Это проект-эксклюзив на телеканале Атамикен Бизнес. Яков Иржан Смогулов. Здравствуйте. Итак, сегодня мы разговариваем с уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана Рустамом Жужусоновым. Здравствуйте. Добрый день. Большое спасибо, что уделили время. И мне кажется, что среди актуальных событий, которые произошли за последние дни, самым важным для бизнес-сообщества, наверное, является внеочередной съезд Национальной палаты. Произошли большие изменения. Сменился председатель президиума. Речь идет о трансформации организации. Насколько я знаю, вы в том числе стояли у истоков создания НПП. На ваш взгляд, за эти годы какую бы вы оценку работе дали? Ну, сложно оценивать самому свою работу, но я могу с уверенностью сказать, что НПП сформировалась именно как гражданский институт, что она действительно стала действенной диалоговой площадкой между бизнесом и государством. Естественно, основной целями и задачами НПП является поддержка, развитие и защита бизнеса, в том числе микро, малого. За время этой работы, ну, по моей части, мы работали с большим количеством обращений. Всего за 8 лет к нам поступило более 41 тысячи жалоб, различных обращений. В 44% случаев нам удалось помочь бизнесу. Если смотреть на капитализацию вот этих споров, штрафы, пени, то эта сумма превышает более 260 миллиардов деньги. Это достаточно серьезные. То есть, если я правильно вас понимаю, речь идет о том, что, по сути, эти деньги для бизнеса были сэкономлены? Ну да. Естественно, нашу работу можно структурировать как на реактивную, то есть постфактум, когда мы помогаем бизнесу, активную и проактивную. Вы знаете, в силу своей должности я являюсь членом многих консультационно-совещательных органов, в том числе при президенте республики, где мы открыто обсуждаем проблемы бизнеса. Начиная от административных барьеров, коррупции, различными предложениями. Буквально сегодня к нам позвонил один из предпринимателей и хочу похвастаться, мы помогли закрыть еще одно уголовное дело уже сегодня. И такую радостную новость я сегодня получил. Замечательно. Но, тем не менее, речь идет в том числе о трансформации, трансформации работы и так далее. Что, на ваш взгляд, в первую очередь должно измениться в деятельности Национальной палаты? Естественно, но что хотелось бы сказать. Кто не работает, тот не ошибается. И, конечно, реалии сегодняшнего дня подсказывают, что необходима некая перезагрузка Национальной палаты. Существуют различные мнения. Есть реакционные, есть открытый популизм. Я считаю, что Национальная палата нужна. Я вот хочу отметить, что мы общались со многими нашими коллегами, в том числе и омбудсменами разных стран. И они отметили, что это действительно очень серьезная организация и в жизни Казахстана, и в диалоге с правительством. Условно можно разделить этот вопрос на четыре части. Первая часть – это вопросы внутренние, организационные. Это съезд, президиум, правление. И, вы знаете, соответствующие кадровые изменения произошли. Естественно, новый председатель президиума в ближайшее время выйдет с рядом предложений, которые сейчас отрабатываются. И, как вы знаете, в неочередном съезде, который прошел на прошлой неделе, принято решение взять определенный временной лаг до лета, когда инициативные группы, рабочие группы будут обсуждать вопросы трансформации Национальной палаты. Естественно, объединяя всех субъектов бизнеса, Национальная палата внутри себя содержит достаточно большое количество конфликтов интересов. Между отраслями, между регионами и отраслевыми ассоциациями, между различными бизнесами. Ну, в качестве какого примера? Например, вопрос металлозаготовителей черного металла и конфликт с металлургическими заводами. Вы помните, достаточно нашумевшие вопросы. И таких конфликтов очень много, по сути своей. И понятно, что принимая какое-либо решение, либо какую-либо сторону, всегда будет сторона, которая не удовлетворена. И понятно, что окончательное решение, по моему мнению, должно быть за государством, исходя из государственных интересов. И Национальная палата, естественно, должна давать как минимум два мнения, да, для того, чтобы уже правительство, государство на своем уровне принимало решение. Потому что мы же не только о бизнесе, ну, я имею в виду, правительство должно думать, оно должно думать о потребителях, о бизнесе и в целом о государстве. Соответственно, здесь и правительство принимает соответствующие решения. Не всегда правительство слышит. Во многих случаях правительство принимает свои решения, исходя из государственных своих интересов. Отдельно необходимо посмотреть на вообще компетенцию и структуру функционала в Национальной палате. И мы на съезде также договорились, что ревизия соответствующая будет проведена. Насколько я понимаю, будет пересмотрено на роли места президиума. Еще нет понимания, какие это будут контуры. Но уже сегодня мы слышим, что количественный состав будет сокращаться. Но я хочу еще раз вам ответить, что вопрос сейчас идет, он обсуждается. Я думаю, что будет принято взвешенное решение. Есть, наверное, моменты, в которых о интересах бизнеса можно говорить однозначно. Без даже, наверное, второй стороны. Я в данном случае говорю о возмещении ущерба предпринимателям, которые пострадали в ходе январских событий. В этом направлении как работа двигается, не подскажете? В первую очередь я хотел отметить, что этот вопрос был у нас в приоритете январе после вот этих трагических событий. Я непосредственно выезжал в Алма-Ату, встречался с бизнесом. Мы видели потенциальные риски. Ну, в частности, не хватало криминалистов, оперативно-следственных групп. Мы вышли на руководство Генеральной прокуратуры, мы вышли на руководство Министерства внутренних дел и попросили мобилизировать ресурсы со всей страны. Со стороны прокуратуры было дополнительно выделено 50 единиц штатной численности. Со стороны Министерства внутренних дел – 88 со всей республики криминалисты. Аналогичная работа проведена Министерством юстиции. Были привлечены эксперты судебные, товароведческие, комплексные экспертизы. И нам удалось вот этот некий батлнаг, узкая горушка, буквально за две недели. Это же все является объектом посягательств неправомерных, и что является предметом соответствующих уголовных дел. Соответственно, это должны уже быть проведены судебно-следственные действия, отпечатки пальцев, видеосъемки, протоколы осмотров. И нам удалось достаточно быстро это решить. Я непосредственно здесь с прокурором города встречался и начальником ДВД, и работниками Акимата. И мы действительно очень конструктивно, быстро эту всю работу начали, вы знаете, с формированного комиссия. Но если говорить в целом, в цифрах, по итогам вот этих европейских событий, в девяти регионах имели место. Мородерство, хищение, кража, бандитизм. Пострадало 1841 предприниматели. Общая сумма составляет порядка 100 миллиардов в тенге. Это постоянно варьируется, это же оценки. Ну, где-то, если говорить, 96 миллиардов. Так вот, большая часть пострадал город Алмата. Там порядка 90%. На сегодняшний день комиссия рассмотрена, 720 заявок удовлетворено. Уже? Уже. На сумму более полутора миллиардов в тенге. Это вот данные на сегодня. Часть из них подкрыта за счет бюджета, часть за счет фондов. Если говорить, ну, процесс идет, и в принципе, пока мы... Сигналов с регионов не получаем, что что-то не то. Были отдельные вопросы по ГАЗКу, по возмещению ущерба в части разбитых строений, сооружений, их оценки. Но мы с министром индустрии и инфраструктурного развития, ну, тоже очень быстро отработали, сняли эти вопросы. Если говорить о субъектах крупного бизнеса, здесь, конечно, ситуация немножко сложнее, ущерб побольше. Всего пострадало 56 субъектов крупного бизнеса. Ущерб оценивается порядка 40 миллиардов в тенге. Вот. Какая работа сейчас проводится? Вносятся изменения в порядок возмещения, ну, с учетом специфики, алгоритм так называемый. И я думаю, что в ближайший день-два эти изменения в приказ министра национальной экономики будут внесены. И прорабатываются несколько вариантов возмещения ущерба. Ну, мы же прекрасно понимаем, что в приоритете стоят малыши все-таки, да, у которых вопрос выживаемости стоит намного острее. И в этой связи три варианта рассматриваются. Возмещение непосредственно деньгами. Возмещение за счет, в счет уплаты налогов предстоящих. Ну, они же достаточно много, авансовых платежей платят и так далее. И третий вариант у нас рассматривается льготное кредитование, субсидирование ставок, которое тоже может помочь субъектам крупного бизнеса. А выбирать из вариантов будет? Сейчас это прорабатывается и решение будет приниматься на уровне правительства Республики Казахстан. Потому что бюджет тоже, он у нас имеет определенные ограничения. В работе, я думаю, что в ближайшие дни уже будет принято решение. Но мы с Министерством нациоэкономики ежедневно по этому поводу контактируем. Мы отмечали риски, налоговые риски по возмещению ущерба. Ведь, по сути, реализации уже не было украдено новых товарно-материальных ценностей. Соответственно, были риски того, что те затраты, они не могут быть не отнесены на вычеты, либо НДФ зачет. Либо, если идет компенсация ущерба, то, с одной стороны, это безвозмездно полученное имущество, но формально, если смотреть, то тогда оно попадает в доход, с которого должно быть уплачено налоги. Мы понимаем, что это несправедливая жизненная ситуация. И вот соответствующие изменения мы отработали с нашими фискальными органами. Сейчас буквально на днях будет внесен очень срочный законопроект, где вот эти нюансы и эти риски будут минимизированы. Наверное, у многих после январских событий возникло ощущение, что эта трагедия, она, по сути, как-то перекрыла по своей значимости все, что происходило до этого. Но ведь на самом деле работа по защите прав предпринимателей, особенно вот в период пандемии и так далее, это ведь была огромная, постоянная работа, но, по сути, в формате 24 на 7. А вот если попробовать обобщить, так сказать, итоги этой работы, то о каких результатах мы бы говорили, что самое важное? Ну, мне кажется, здесь самое главное, во-первых, да, это благополучие наших граждан. Безусловно. И эта цель, мы понимаем, что у нас 1 миллион 350 тысяч субъектов бизнеса действующих. Мы понимаем, что только 8% из них относятся к субъектам крупного бизнеса. 12% там вкупе, это средний. И более 1 миллиона это субъекты малого и среднего бизнеса. Мы очевидно понимаем, что основной вклад в экономику это социальная стабильность, это рабочие места. Сейчас более 3,5 миллионов рабочих мест дают субъектам малого бизнеса. И это та стабильность в государстве, о которой как раз и подмечает и глава государства, и руководство правительства. Это их вклад. И мы прекрасно понимаем, что субъектов малого бизнеса, ну, как сказать, им нужно создавать рабочие места, генерить доходы для населения. По защите я вам уже озвучил цифры. Что мы можем отметить? Ведь по мере развития института были свои вызовы. Вот если взять 2016 год, когда первый уполномоченный был назначен, мы получали в год порядка 7200 жалоб. Если мы возьмем цифры 2021 года, то их количество сократилось практически на 30% в 4000 жалоб. Это, на ваш взгляд, говорит о чем? О том, что часть проблем решена уже? Или о том, что, может быть, люди просто опасаются жаловаться, боятся чего-то? Ну, к нам, на самом деле, мы не госоргань, к нам боятся жаловаться. Мы ведем еще раз нашу работу не только по жалобам, но мы же собираем и системные проблемы бизнеса. И я хочу сказать, и на съезде об этом говорилось, каждую неделю мы встречаемся на уровне курирующего вице-премьера и решаем каждую неделю по 5-6 системных проблем бизнеса, которые характерны для всего Казахстана. взять ту же самую маркировку молочной продукции, какое количество субъектов АПК страдало от этого. И эта системная работа как раз помогает нам тем самым и сокращать количество конкретных жалоб. Отдельно, если говорить, это вопросы гуманизации уголовного законодательства. Вы знаете, да, в свое время нам удалось, во-первых, повысить пороги, да, очень значимо. Во-вторых, ликвидировать вот эту статью 215, по-моему, да, уже предпринимательство. Это же было колоссальное количество жалоб. Я вам хочу сказать, если вот мы сопоставим цифры, ну, того же самого 14-15 годов, когда в отношении бизнеса регистрировалось порядка 8 тысяч уголовных дел в год, то сейчас эта сумма, насколько я помню, составляет 1300. Как говорится, почувствовать, вероятно. Да, и это показательно. Я хочу сказать, что парадигма работы правоохранительных органов меняется. Не хочу сказать, что кардинально, но когда те или иные конкретные жалобы поступают к нам, мы стараемся доводить это дело до конца. И вот сегодняшний кейс – это одно из тому подтверждений. Ведется очень обширная работа. Это и совершенство налогово-таможенного законодательства. Это то, что в первую очередь беспокоит бизнес. Понятно, мы проводим различные социологически очень глубокие исследования. Это и деловой климат Казахстана, это специальный опрос по коррупции, о котором я докладывал на расширенной коллегии Антикоры. И мы ведем достаточно серьезную аналитическую работу для того, чтобы не размазывать нашу работу, а очень концентрированно и точечно работать над теми или иными проблемами бизнеса. Кстати, вы упомянули коррупцию. И в этом плане, по сути, вопрос очень неновый. По сути, сколько лет Казахстану, столько лет мы говорим о борьбе с коррупцией. Последние события заставили людей воодушевиться с какой-то надеждой на перемены и так далее. В этом смысле, на ваш взгляд, можно надеяться на какие-то значительные шаги в решении этого вопроса? Ну и я по жизни оптимист. И я хочу сказать, что я действительно верю, что возможно изменить многое. Однозначно, что после январских событий Казахстан, наверное, уже не будет прежним. Есть некий оптимизм в настроении людей, и бизнеса в том числе. Те посылы, которые глава государства дает, они же понятны. И это навести порядок на таможне. То, о чем мы говорили не один год. И расхождение зеркальной таможенной статистики, которая составляет более 5 миллиардов долларов. Там очевидно, если вы посмотрите, то более глубоко проанализируете внешнеторговую деятельность. С другими странами отклонение по зеркальной статистике снижается. С Китаем нет. И мы говорим, что это основные 16 товарных позиций, по которым это идет. И все прекрасно понимают, в чем здесь дело. Это вопросы закупок, которые также неоднократно поднимаются. И вы знаете, мы сделали очень серьезный аналитический продукт, который называется «Единое окно закупок». По сути, это некая BI-аналитическая система, которая смотрит за всеми электронными торговыми площадками. На сегодняшний день мы видим 1 миллион 166 тысяч контрактов в режиме онлайн. Общей емкостью более 11 триллионов тенге. Мы сделали достаточно большое количество, это 15 профилерисков. Мы видим, какой поставщик ходит за каким чиновником. Мы смотрим отклонение цен. И мы вот с 2020 года совместно с «Антикором» научили 18 офицеров этому аналитическому продукту. И превентивно указываем заказчикам, когда мы видим завышенный цен. Естественно, заказчики после этого корректируются. Знаете, сколько за 2021 год нам удалось сэкономить денег? Даже не рискну предположить. 46 миллиардов тенге. Просто письмами, уведомлением. Но это ведь речь идет о тех вопросах, тех делах, которые, наверное, больше заинтересует средний крупный бизнес. А если, например, взять такие вещи, в которых кровно заинтересованы представители малого микробизнеса. Например, речь идет об «Асанте». Проект не новый, на него сто раз жаловались, и тем не менее. Вот в этом смысле могут быть какие-то практические изменения? Мы ведем диалог с Министерством финансов. Буквально на прошлой неделе мы провели общественное слушание. Я собрал бухгалтеров. И действительно, реакция, она однозначно негативная в отношении этого нововведения. Оно имеет свою историю с 2015 года. И вот постоянно оно откладывается. Неготовность информационных систем. Там слабая интеграция с другими государственными базами данных. Был пилот. Итоги этого пилота также неоднозначны. Но вот если вам интересно, мы провели на прошлой неделе опрос 2000 бухгалтеров. Задали им пять вопросов. Первое. Сколько денег вы потратили на свои учетные системы из-за внедрения пилотного проекта СНТ? 37% отметили до 200 тысяч тенге дополнительных средств. 27% до полумиллиона тенге. Сколько процентов увеличилась нагрузка трудозатрат на бухгалтеров? В 30% случаев до 50%. В 32-33% до 70% нагрузка бухгалтеров увеличилась. Сколько дополнительных бухгалтеров вы приняли в штат? 30% сказали один бухгалтер. 20% двух бухгалтеров пришлось взять в штат. Насколько увеличилась оплата труда? 27% до 200 тысяч тенге. Сколько по времени в среднем занимает заполнение одной СНТ? до 50-ти значной позиции. 25 минут ответили 16% респондентов. 40 минут дополнительно 22%. 60 минут, то есть час, 23%. Более 120 минут 32%. И это все нагрузка на бизнес, которая... Я вам хочу сказать, ну и буду говорить простыми словами. Я слышал вой бухгалтеров, нет выходных, работают с 8 до 11. Потому что это... Мы говорим, что ребята, какая цель благая стояла для того, чтобы контролировать уже экспорт. Ну давайте тогда сфокусируемся базово на экспортных и импортных операциях. Давайте возьмем за основу те товарные позиции, их порядка, по-моему, трех тысяч, которые отличаются наши ставки. И сфокусируемся на этом. Мы взяли международное обязательство, их надо соблюдать. Но для этого есть уже действующие формы, те же самые СФ. Мы говорим, для чего вам это внутренний контроль? Хорошо, если вы видите цифровизацию, давайте бизнес сам сделает свои системы. Вы дайте нам какую-то витрину с информацией, мы будем передавать. У нас же произошло от обратного, они сделали свою систему. Под свои бизнес-процессы, под свою логику. И бизнес должен под них адаптироваться. Но я считаю это кардинально неправильно. Безусловно. Что ж, увы, время программы подходит к концу. Напоследок, мы начали с вами разговор с тех изменений, которые происходят в Национальной палате предпринимателей. Но ведь вы, как уполномоченный по защите прав бизнеса, подотчетны только главе государства. На ваш взгляд, если сейчас обратиться к предпринимательскому сообществу, что, на ваш взгляд, было бы самым главным, с учетом того, что происходят кардинальные изменения? И в работе Национальной палаты, и, так сказать, я бы даже сказал, в жизни всей страны. Ну, вопрос, он такой, достаточно большой, да, я бы сфокусировался. Видите, бизнес, он у нас разный же. И проблемы у всех разные, да. Есть такое выражение, бизнес и деньги тишину любят. Нам необходима последовательная политика. Нам нужно не постфактум реагировать, а чтобы нам действительно, она была последовательна, эта политика. Чтобы были стабильные правила игры. Вот о чем говорит бизнес. И второе, что он говорит, вы просто нам не мешайте. Вот два основных посылка, которые я слышал от бизнеса. Если говорить и уходить в детали, то там, ну, действительно, мы же вот проводим и много исследований, я вам уже об этом говорил. У нас есть там несколько блоков. Это административное давление, да, барьеры. Это кадровые ресурсы. Это доступ к финансам. Это инфраструктура, доступ к инфраструктуре, да, это кадровые ресурсы. Это навыки и скилсы по продажам. И мы каждый год смотрим за этой картиной. В целом, хочу сказать, что бизнес у нас растет, учится, но структура нашего бизнеса, она действительно требует изменений. Потому что, когда из одного миллиона 350 тысяч, более миллионов, это индивидуальные предприниматели, причем достаточно большая часть, по принуждению. Это означает, что жизнь вынуденного. Это не призвание. То здесь, конечно, нужно в первую очередь задуматься о поддержке. Я в целом пропагандирую идею роста. Мы должны создать такие условия, когда бизнес растет, укромняется. Почему? Потому что, ну, я считаю это достаточно серьезным вызовом. Экономика Казахстана по себе и структура экономики Казахстана, она небольшая. Ну, наша экономика. И потенциал роста для нашей страны – это экспорт. Извиняюсь, но индивидуальные предприниматели на экспорт практически не ходят. Но у него, собственно, и задачи такой нет. Соответственно, наша задача с вами должна состоять в том, что обучение, в первую очередь, да, второе – финансирование. Для того, чтобы бизнес укропнялся. Как только он укропняется, он уже может выходить и на экспорт. То есть речь идет об эволюционном развитии? И о некой катализации этих процессов, фокусировании. Потому что, ну, я не знаю, иногда отдельные программы господдержки, они вызывают недоумение. Ну, как масло по бутерброду размазуем, а эффекта-то нет. Нам нужны быстрорастущие компании. И мы должны построить нашу политику так, чтобы действительно достойные и конкурентоспособные предприятия наши могли уходить в первую очередь на экспорт. Что ж, мне осталось только напомнить, что мы говорили с уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана Рустамом Шурсуновым. Огромное вам спасибо. Спасибо вам. Итак, это был проект-эксклюзив на телеканале Атамикен Бизнес. Увидимся в следующем выпуске. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова